Начиная где-то с 3-4 века и до 19 века, то есть полторы тысячи лет, понятие Машехи было только эсхатологическое. То есть историческое понятие Машехи неба, оно было удалено из смотрения, хотя мы только что видели, что оно в Танахе употребляется очень часто. Но Танах не очень-то изучали, а раввинская традиция, та же параллельно с ней христианская традиция, концентрировались только на эсхатологическом понятии Машеха. А если Машех только эсхатологический, то есть не исторический, он не в ходе реальной истории, он спустится с неба, то что надо делать? Надо сидеть и ждать. И вот это представление об эсхатологическом Машехе было кардинально изменено в иудаизме с появлением религиозного сионизма. Здесь есть несколько аспектов. Здесь есть аспект прежде всего того, что Веленский Гаон, мы это обсуждали, по-моему, уже в прошлый раз, сформулировал понятие, разработал понятие про Машеха сына Юсефа. И Равкалишер особенно повлиял здесь на создание общества тем, что он сформулировал представление о том, что нужно не ждать Машеха, а идти ему навстречу. И тем самым Машех стал, и в результате этого Машех, представление о Машехе стало возвращаться в историю. То есть, фактически, религиозный сионизм в XIX веке уже отыграл у иудаизма Галутного, и так можно выразиться, возвращение Машеха из эсхатологической перспективы в также историческую. Это не значит, разумеется, что эсхатологический Машех пропал. Это значит, что к нему добавился исторический Машех. И уже когда Машех исторически добавился, тогда стало возможным то, что сделал Равкук в начале XX века, когда он объявил, что движение герцеля – это и есть Машех Бангерсеф. То есть, там появилась еще деперсонализация представления о Машехе, но это уже следующий как бы этап. То есть, общий итог того, что мы сейчас обсудили, что когда мы говорим о том, что государство Израиль – это как бы общенациональный Машех, и когда мы говорим о том, что сегодня имеется мессианский процесс, то это не имеется в виду в эсхатологическом смысле. Это в историческом смысле. И вот это вот историческое представление о Машехе, оно является доминирующим для Танаха. Собственно, Танах только так и смотрит на Машеха. Танах даже добавляет эсхатологического Машеха, никак не убирая исторического. В результате сложности еврейской истории после изгнания, после появления восстания Барковбы, исторический Машех был задвинут в сторону и остался только эсхатологический. И религиозный сионизм в XIX веке возвратил исторического Машеха, и это стало, как это называется, когнитивным диссонансом с точки зрения харидимного подхода, то есть который классический голодный иудаизм. Потому что он привык рассматривать Машеха как в эсхатологической перспективе, как идеал, когда волк будет жить рядом с Агнцем, а лев не будет есть солому, и маленький деревенок будет их всех пасти, и, значит, змея не тронет грудного младенца, и вся земля будет полна познанием Господа. То есть в эсхатологической перспективе. А выходит религиозный сионизм и говорит, нет, кроме этой эсхатологической перспективы, есть еще реальный исторический Машех. Но это не воспринимается, и поэтому к этому реальному историческому, то есть сионистскому движению, начинают предъявляться требования к эсхатологическому Машеху. Естественно, оно им не соответствует. Естественно, оно не является идеалом, и никакой у нас пока лев солому не ест. И поэтому из-за этого и возник конфликт. То есть конфликт между религиозным сионизмом и Харидим возник в этом аспекте, потому что религиозный сионизм возрядил исторического Машеха, а Харидим остались с эсхатологическим Машехом, с которым они привыкли жить в Галуте. И, соответственно, из-за этого возник конфликт взаимопонимания.